Помочь ветерану войны из Черногорска сегодня активно призывают в соцсетях. 91-летний труженик тыла остался без жилья и вещей. Все уничтожено при пожаре. Власти пообещали не оставлять пожилого мужчину наедине с бедой, но по закону погорелец может рассчитывать лишь на 15 тысяч рублей, рассказывает Константин Кравцов. У меня вот здесь холодильник тогда. Что-то холодильник загорел. Ну шторы, шторы, там шторы. И пошло, и пошло. Нурула Ахмедьянович, сдерживая слезы, признается, никак не ожидал пережить такое на старости лет. Ветеран, труженик тыла, потерял на пожаре все. Квартира превратилась в пепелище. Повезло, что первый этаж, спасаясь от огня, просто выпрыгнул в окно. С собой успел прихватить лишь документы. Зимняя одежда, летний. Там все, все берем. Косюмы, штаны, блюдо, все сгорело. А здесь просто поплавилось. От жары и поплавилось. Вот надо сейчас скоблить и все убирать. Сейчас 91-летний пенсионер живет у сестры. В надежде найти помощь обратился к местным властям. Здесь составили соответствующий акт и пообещали выделить материальную помощь. Однако этой самой помощи пенсионеру хватит разве что на замену одного окна. Министерством социальной защиты на комиссии рассмотрено заявление ветерана и принято решение об оказании ему материальной помощи в развере 15 тысяч рублей. Мы предлагали ему пока временно разместиться либо в социальной гостинице, либо в другом государственном учреждении. Однако ветеран будет категорически отказываться. Директор Черногорского управления соцзащиты Ольга Шепель признается, что сумма, положенная по закону, действительно невелика. Власти Черногорска обещают найти спонсоров. Но пока никто не откликнулся. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.